Получительник футбольного клуба «Балтика» Никита Глушков. Никита, спустя пять лет ты снова на нашем YouTube-канале, и мы безумно этому рады. Что у тебя внутри оказаться вновь в «Балтике»? Да, если честно, я тоже очень сильно рад. Это такой очень приятный опыт был. Это, наверное, такая первая, по сути, команда, в которой я реально понял, что могу приносить пользу. И каково это, когда тебя очень сильно любят болельщики. И всегда, мне что очень нравится в «Балтийских» болельщиках, что они могут где-то там, допустим, команду ругать за что-то, но это всегда плюс-минус по делу. И ты всегда, вот есть, когда тебя ругают, и ты такой, да блин, да за что меня ругают? А здесь, наоборот, хочется на следующую игру выйти и показать, что, блин, это была случайность, либо ошибка, и что ты хочешь справиться постоянно. То есть, какой-то, я не знаю, какой-то тут с болельщиками какая-то особая связь, и ты понимаешь, что ты не можешь их расстраивать. Какое у тебя впечатление стало о городе, когда ты выступал там еще вот тогда, пять лет назад? Да, ну, мне кажется, про Калининград все все знают. Глупо говорить, что это хороший город. Я так понимаю, что он еще больше и больше развивается с каждым годом. Вот, поэтому, в принципе, когда там стоит вопрос о команде и говорят, что ты там, кто-то, какой-то футболисту предлагают контракт, допустим, в Калининграде, то там никто не думает, что я еду спокойно. Хороший город, связь с болельщиками. Какие еще факторы повлияли на твое решение о возвращении в Калининград? Там все в совокупности, так получилось, что спасибо огромное, что отпустили, меня пошли навстречу, плюс у меня супруга беременна, он еще с того времени у меня там связи с врачами, допустим, вот сейчас там врач в Калининграде ведет беременность у жены, поэтому тут просто все так совпало, и решил попробовать, и захотел помочь команде выйти в премьер-лигу снова. Следил ли за выступлениями Балтики в прошлом сезоне, когда команда выступала в премьер-лиге? Да, конечно, я следил, когда еще выходили в НЛ, вот, я говорю, это не чужая для меня команда, тем более тут осталось не так много футболистов, там кто, по сути, более только остался из того состава, но весь админштаб остался практически, медштаб там вот сейчас только ушел в Акрон, я там с ними, со всеми был на связи, ну вот с Эмилем мы общались, как общались тогда, так и общаемся до сих пор, поэтому, конечно, я следил, да. Что можешь сказать о первых днях пребывания своего в новой команде? По сути, вот ты правильно сказал, то, что в Балтике остался лишь Макс Бориско, с которым ты тогда вместе играл, ну и пару человек из административного штаба. Какая сейчас Балтика, образца 2024 года? Вот именно на данный момент, мне кажется, молодая и амбициозная. Вот, не так много опытных футболистов, даже не то, что нет, опытных много, не так много возрастных футболистов, наверное, так правильно будет сказать. Мне очень нравится, пока что мне все очень сильно нравится. Понятно, что сборы это отдельно, сезон это отдельно, там на сборах у тебя нет, по сути, ни давления, там ничего, вот, а в сезоне очень многое может поменяться, там, ментально даже. Но это нормально, в принципе. Поэтому пока мне все очень нравится, очень нравится подход, тренировки, атмосфера внутри команды, сам коллектив очень хорошо принял. Там это уже клише, понятно, ты приходишь в каждую команду и говоришь, да, здесь хороший коллектив, но здесь реально какой-то коннект между парнями, вроде новая команда, но ты смотришь, что нет вот этого разъединения по группам. Тут плюс-минус все общаются, там, большой-большими группами, поэтому вот это, конечно, очень классно, когда ты приезжаешь, тебя сразу поддерживают и с тобой, ну, общаются, там нет такого, что ты себя чувствуешь, там, каким-то не то, что изгоем, а просто чувствуешь себя новичком. Вот бывает, что с тобой просто не общаются, а здесь тебя спрашивают, чем помочь. Там, допустим, Тигран ко мне сразу подошел в первый день, спросил, как я долетел, что нового, сели с ним на игре, поговорили полтора часа, хотя до этого пересекался с ним только на полях. Вот, ну и, в принципе, вот даже по этой ситуации показательно, какая сейчас Балтика, какие люди находятся внутри. Что можешь сказать о тренерском штабе? С Александром Александровичем Гличко ты также уже успел пообщаться. Как тебе требования, которые он предъявляет команде, в том числе лично к твоей игре? Да, что могу сказать. В принципе, молодой специалист, современный. Сейчас мне очень нравится, что, в принципе, в России, в футболе намного больше стало профессионализма. То есть ты смотришь раньше на людей, которые там даже не берут тренеров, а берут, допустим, футболистов, которым было 33-34 года. Ты уже смотришь, но они реально заканчивают. Сейчас ты смотришь, как люди в 33-34, извиняюсь, идут просто в зал на активацию, сами дорабатывают, после тренировки также заходят в зал, что-то делают. Уже все понимают, что им надо и все хотят продлить свою футбольную карьеру. Сан Санж в этом плане тоже молодой специалист, который постоянно хочет прогрессировать, постоянно хочет выигрывать. У него современные требования. В принципе, все эти требования мне знакомы, ничего сверхъестественного нет. В плане, не знаю, прессинга или контроля мяча все хотят выходить, понятно, через низ. Но мне очень заходит, что намного меньше команд ФНЛ, даже ФНЛ, стало играть длинными передачами, все стараются через пас выходить. Понятно, у кого-то там по составу это тяжелее делать, но вот сам вот этот посыл, сами вот эти требования мне очень нравятся. Плюс мне нравится тренировочный процесс. Я там за два дня приехал, море квадратов, там очень много держания мяча, какие-то тактические упражнения. И эти тактические упражнения, подводящие к основной игре. И ты вроде начинаешь с квадратов, а потом передачи, квадраты, потом делаешь тактику, и потом заходишь в игру, и ты понимаешь, что ага, сегодня план на тренировку был именно такой, что тебя постепенно подводят к главному упражнению. И все, мне это очень заходит. Буквально с места в карьеру началась твоя карьера здесь в Балтике. Ты только приехал, буквально две тренировки с мячом, и сразу же матч против никого-нибудь, а локомотива на РЖД-арене. Как оценишь этот поединок? То время, которое ты провел на футбольном поле, новые партнеры, новые требования, и мастер-вит, и соперник, против которого вы играли. Да, как, ну по счету, конечно, всем кажется, что там вообще пропасть и катастрофа была, но я бы так не сказал. Первые 70 минут мы играли хорошо, и это там не связано. Я же не хочу говорить, что там условно всех поменяли, и из-за этого мы пропустили. А просто, в принципе, мы играли 70 минут с концентрацией, потом пропустили второй гол с углового, обидный, и чуть-чуть уже, чуть-чуть игра уже доплыли по течению, вот, поэтому еще два пропустили, и это ни в коем случае там я не критикую тех, кто вышел, ребят, или еще что-то. Это просто, ну, констатация факта, что это могло бы и с нами случиться, кто бы остался на поле условно. Просто так часто бывает, вы сами понимаете, что один гол может очень многое поменять. Поэтому интересно, интересно, в любом случае всегда интересно играть в такие матчи, даже вот сборы вчера, такой антураж хороший был, ты себя чувствуешь реально, как будто у тебя чемпионат идет, и болельщики пришли, и хорошее поле, хорошая погода, хороший соперник, поэтому прикольно. Первый, первый тайм, первый там минут 10, наверное, мы так еще втягивались, тяжеловато немного было, потом поняли, что можно спокойно играть в свой футбол. Вот, начали контролировать мяч, выходить из обороны через пас, и по основам из Локомотива тоже было тяжело. Поэтому очень интересно было, что больше всего мне понравилось, что обе команды хотели играть в футбол. Ну, и сейчас команда возвращается в Калининград, совсем скоро у нас встреча с болельщиками, не за горами уже, можно сказать, и третий тур, где мы сыграем дома, но растехарение при своих трибунах, что можешь сказать болельщикам, которые еще тогда тебя очень полюбили, вот, и сейчас с удовольствием восприняли новость о твоем возвращении в Балтику. Я не привык что-то говорить, прямо такое обещать, мне очень хочется это показать делом, потому что можно много чего говорить, и говорить красиво, но если ты на деле это не показываешь, то смысл этих слов. Поэтому просто хочется, чтобы люди так же приходили и верили в команду, а мы сделаем все для того, чтобы выполнить поставленную задачу в эти примеры лигу, и чтобы это был именно красивый футбол и современный.